хорошо пришло время поговорить про регуляризацию что такое регуляризация вообще регуляризация это очень много разных методов для каждой модели они свои которые позволяют каким-то образом упростить структуру модели сделать так чтобы она не выучивала слишком сложные зависимости и благодаря этому не переобучалась какое бывает переобучение для линейной регрессии ну давайте вспомним как она выглядит это просто скалярное произведение признаков на вектор весов может получиться так что столбцы нашей матрицы с признаками x линейно зависимы ну или примерно линейно зависимы на самом деле какой-то очень большой разницы это не делает потому что как только они примерно линейно зависимы у нас вообще все методы очень все методы примерные и если они почти линейно зависимы у нас все равно все сломается в общем что такое линейная зависимость это значит что существует такой вектор весов бета что при умножении матрицы признаков на этот вектор получится ноль это значит что вообще какой бы вектор признаков мы не взяли и скалярно не умножили на вот эти вот бета у нас получится ноль но тогда существует бесконечное количество наборов весов бесконечное количество весов которые дают одинаковые ответы что имею ввиду ну давайте представим что у нас есть модель с весами омега плюс c бета где c это вообще какая-то произвольная константа сколько угодно и модели с весами омега хорошо тогда мы можем предсказание первой модели выразить вот так разложить их по линейности и давайте теперь посмотрим здесь скалярные произведения x на веса а здесь x на бета как вы помните у нас бета это коэффициенты с которыми линейно зависимы строчки вот этой вот матрицы то есть при умножении вектора признаков на бету у нас получится ноль мы сократим это и получится предсказание второй модели то есть при любом c вот такая модель будет давать тот же ответ что и вот такая это очень плохо потому что c можно выбрать сколь угодно большим это означает что модель с весами триллионы миллиарды будет выдавать точно такие же ответы как и модель с весами от 0 до 10 почему это плохо ну потому что все методы которые мы до этого использовали они никак не учитывают модуль весов то есть они не говорят они не знают что большие веса это плохо и поэтому может так получиться что вместо вот этих вот весов от 0 до 10 мы получим ответ с весами порядка миллиардов ну и понятно что такой модели вообще никакой стабильности не будет и она на реальных данных будет предсказывать абсолютно бесполезные вещи поэтому нам нужно добавить как-то в алгоритмы которые мы используем вот это знание о том что веса вообще по модулю не должны быть большими ну и самое простое это сделать в случае когда мы используем минимизацию эмпирического риска и градиентный спуск мы можем добавить просто к нашей функции потерь квадраты весов или модулю весов ну и конечно мы не просто их добавляем а умножаем на какую-то константу бета чем вот эта константа бета поможет нам определять к чему модель должна больше стремиться к тому чтобы чуть-чуть уменьшить веса но потерять в качестве то есть увеличить вот этот лосс или чуть-чуть уменьшить лосс но при этом увеличить веса вот бета позволяет балансировать между двумя этими решениями во время градиентного спуска ну и давайте в качестве бонуса напишем обновленные градиенты для случая l2 регуляризации и для случая l1 регуляризации почему этот метод вообще называется weight decay дело в том что с каждым шагом наши веса как бы будут немножко уменьшаться и только потом к ним будет применяться вот этот вот градиентный шаг и поэтому чем больше шагов мы делаем тем они будут меньше